Сейчас я отправился в Бразилию, чтобы каким-то образом в сложные условия пандемии выживать, находить работу и какие-то приключения. С собой у меня есть конверт, в котором находятся 100 евро. Если я их потрачу, путешествие для меня будет закончено, и я буду вынужден вернуться домой. Делать я этого не хочу, поэтому полечу. Это так удивительно и так круто. Могу ли себя изменить, могу ли себя изменить, как долго? Как долго будет наследие, а многим придется жалеть, как много? И кем ты хочешь стать в 140 лет? И кем ты хочешь стать в 140 лет? Долетел до Москвы, затем до Стамбула, затем до Сан-Паулу и, наконец-таки, в Сальвадоре. Путь долгий, но сон неудобный. Интересно, как? Я особо не читал, просто оттуда начинается путь и в сторону по побережью поеду. Путь долгий, но сон неудобный. Иду получать багаж и в аэропорте надо переночевать сейчас ночью, выспаться, отдохнуть, потому что уже 20 часов я сидя сплю. Итак, я в Бразилии, в городе Сальвадор. Приземлился пару часов назад, взял вот скейт, еще его не собирал, точнее не открывал. Хочу пару часов поспать, потом определиться, как отсюда выезжать. Опять будет вариант такси, автобус, скейтборд, либо пешком, либо автостоп, либо метро. В общем, еще не изучал, но будем смотреть. Да, до центра города далеко, поэтому, скорее всего, скейтборд отменяется, пешком тоже отменяется. Остается автостоп, автобус, метро или такси. С кем-нибудь проситься. По ощущениям, вроде здесь не так, как в Танзании, не так жарко. А может и жарко, пока еще такая ночь, раннее утро и легкий сон. Первый горизонтальный сон. Так, ну что, вообще, на самом деле, непонятно пока, как отсюда уезжать. И был знак метро, может быть, здесь есть метро. И вот на таких автобусах, вряд ли мне получится без билетов нырнуть. Да? Эй, йо. Эй, йо. Так, что еще тут есть? Это здесь, что ли? Увидел автобус и запрыгнул у него даже не глядя, на самом деле. Что-то мне немного не по себе, потому что я еду без билета и не понимаю, куда вообще едет автобус. И, ну ладно, я буду говорить о том, что думал, что он без билетов. Так, ладно, я тут реально был без бабы. В общем, мне по-любому надо добираться на чем-то, на транспорте на каком-то, на скейте ехать нельзя, потому что это может быть опасно. А здесь, может, не прыгнуть, типа важно, особо тут не постоять, не посмотреть, может, за кем-нибудь пройти. Блин, капец, я вообще не понимаю пока, как пройти. Привет. Там на кассах, почему-то никого нет с этой стороны. Сейчас, погоди. Вот, видишь, появилась. Добрый день. Что ты хочешь купить? Карту на неделю или... Слушай, а подойди, пожалуйста. Ты говоришь на английском, да? Да. Чувак, я на самом деле пытаюсь попасть как-то в метро за бесплатно. Слушай, ну нет, здесь метро, здесь надо платить. Да, я понимаю. Я просто путешествую без денег, и мне нужно добраться до центра города как-то за бесплатно. А куда ты едешь? Да куда-нибудь вот туда. Ну, давай пропущу. Спасибо большое, брат. Ты откуда? Я из России. Я говорю по-русски, немного говорю по-русски. Круто. Да. Спасибо. Спасибо большое. Слушай, а почему ты русский учишь? Да, просто интересно. Мне вообще языки интересны. Я думал ехать на скейте до центра города, но потом подумал, что это может быть опасно. Да. Да, я не рекомендовал бы тебе так делать. Слушай, а спать на улице в Сальвадоре тоже не нужно? Да. Точно нет. Это может быть опасно. Здесь не так, чтобы я хочу тебя запугать, просто имей в виду. Да. Как тебя зовут? Меня зовут Сергей. Сергей. Хорошо, давай я тебе напишу позже, потому что сейчас у меня работа. Да, да. Спасибо, брат. Блин, как круто, как круто, что он меня пропустил. Офигеть. На карте посмотрел просто какой-нибудь, ну, более-менее центральное место. Туда 55 минут идти пешком. Первое, что я делаю, это иду в костел. Попытаться устроиться на работу. И оставить вещи. Если не разрешат на работу, хотя бы буду искать, где вещи оставить. Сейчас я первый зайду просто так, хотя бы узнаю, насколько, где опасно, где не опасно. Потому что... Слухи ходят разные, короче, об этом городе и об этой стране. В общем, перед поездкой прочел пару статей, и там говорилось о том, что можно незаметно для самого себя попасть в трущобы, в которых может быть небезопасно. И небезопасно будет, потому что у меня камера, а не потому что я там присутствую. Для первого хостела вроде как 13 минут пешком. Надеюсь, за эти 13 минут меня ничего не срежут. Потому что есть вероятность, что просто как бы подлетают, срезают все и забирают. Так, ну что-то его, походу, нету, этого хостела. Или есть? Где-то вот здесь должен быть. Что-то не похоже. О, блин, ну красота. Игорь Негода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, первый хостел мне нашел, второй хостел. Мне нравится название, мне нравится его рейтинг. И я верю, что там что-то да можно будет. Что я ищу? Оставить вещи, переночевать, устроиться волонтером. И вообще информацию о том, насколько опасно, насколько безопасно где-то здесь быть. Вечером, в каких районах, ну и так далее. Рассчитываю на то, что в этом хостеле говорят на английском. И смогут адекватно помочь принять. Также мне написал парень, который в метро меня пропускал сегодня. Он сказал, если нужна какая-то помощь, звони. А так он хотел погулять сегодня. Но я ему сказал, чем занимаюсь. Вот такой монумент за моей спиной установили в 1961 году. Воинам, падшим, видимо, на войне... Как он называется? Канудос. А все это находится рядом с замком Сан-Тедро. Вот такая вот туристическая лодка. Напомню, что направляясь я в хостел, у меня есть вода и еда оставшаяся самолета. Ну и надежда на то, что сегодня я не останусь без крова. Я в какой-то момент было подумал, что все, здесь весь город вот такой вот. Но сейчас пока дорога прекрасная, ровная. Асфальт хороший. Потому что лонгборд было правильное решение взять. Мой новый конь. Ага. Так, ну и что, интересно, снова там, короче, хвост. Можно ли туда попасть. Так, что тут? Йога подходит. Капуэйро. Английский. Театр. Танцы. Вообще все, что надо. Так, главное, вы, ребята, работаете. Как все изменить. Вот это вряд ли, это сейчас вот включается. О! Итак, первое, что хочу узнать, ну, в плане работы. Ты работаешь здесь? Да. Значит, можно поговорить. Так. Так. Слушай, я не бронировал здесь ничего и зашел спросить по поводу работы волонтером. Нужна помощь? Не, на самом деле, волонтеры набраны. Окей. Окей. Ты хочешь волонтером поработать сейчас? Потому что если, как бы, заранее написал бы, либо можешь подождать, может, что-то и будет. Окей. А так, вообще-то, тут очень много хостелов по району. Может быть, найдешь, потому что мы вот недавно закончили прием волонтеров. Нам набрали всех, кто нужен. Но если нужно рюкзак оставить, без проблем можешь оставить и походить налегке. Хорошо. Да, можно воды набрать? Да, конечно. А когда ты приехал, Солидор? Да вот, утром. Слушай, рюкзак, наверное, сейчас с собой возьму, потому что следующий хостел тут не так рядом находится. Чтобы не возвращаться. Спасибо большое. Пока-пока. Желаю удачи. Так, ну все неплохо. Во-первых, мне сказали, что не так, тут опасно. Окей. Но спать на улице, типа, да, не лучший вариант. Но не так страшно, как я думал, начитавшись статей. Потому что я считал, что все, тут вообще передвигаться прям нельзя. У меня сразу же выстрелит в голову. Короче, вот так. Но это не так. Плюс парень сказал, что сейчас карантин велся новый. С сегодняшнего дня, прикиньте. С сегодняшнего дня новый карантин. В течение недели после десяти не должно быть никого. Вот так-то. Значит, ситуация тут выше не становится. В плане вируса. А, вот почему все в масках, наверное. Короче, вещи оставить можно было. Волонтеров они набрали уже три дня назад. Ну, а суть в том, что им нужны волонтеры, супер. Это уже большой плюс. А, это хостел? А? Это, я говорю, хостел? Ну да. А можно погодить с менеджером или с кем-нибудь? В общем, подошел в следующий хостел, задал те же самые вопросы. Главного человека не было. Был волонтер, который как раз-таки выполнял задачи менеджера. Ну, в общем, сказали, что, скорее всего, не нужно. Но могу подъехать попозже, чтобы поговорить с владельцем. А хостел сам приятный. Я не говорю на английском очень хорошо. Я понял все нормально. Да, ты на самом деле понимаешь, что я говорю, насколько я понял. Меня зовут Сергей. Я из России. И все. Я еще работаю волонтером. В общем, давай, запиши номер вот этот. Ватсап? И позвони, напиши попозже. Окей. Но может быть? Я? Ну, ты думаешь, что может быть или, скорее всего, он нет? Может быть. А место классное у вас? Проходи. Гол. Круто. Очень приятно. Да, можешь записать мой номер. Вот запиши, это Флавио, это менеджер. Но он тоже не говорит на английском. А как тебя зовут? Меня зовут Сергей. Меня зовут Сергей. А меня Лео. Лео. Приятно познакомиться. Мне тоже. Так, а менеджера зовут? Флавио. Хорошо. Может быть, ты здесь хочешь подождать? Да не, не, не. Я поеду другие хостелы искать. И потом вернемся. Привет. Привет, как дела? А у тебя открыт рюкзак? А, спасибо. Так, что я узнал здесь. Очень угарный парень. На английском говорит немного, но все понятно. Менеджера нету. Менеджера нету. На английском не говорит. Не факт, что, конечно, им нужны волонтеры, но место прикольное. Здесь устроиться работать вообще офигенно будет. Пока у меня еще два места. На доме еще можно здесь переждать. И сейчас перекусить еще надо будет. Еще пару хостелов и пойду на обед. Красиво. Привет. Здравствуйте. Говорит ли вы на английском? Немного. Я ничего не бронировал. Хожу, ты спрашиваешь по поводу работы в хостеле. Нужна какая-нибудь помощь? Я хочу работать здесь как волонтер. Слушай, мы здесь волонтеров не принимаем. Понял. Блин, ну зато как красиво. Да? Да. Здравствуйте. Привет, вода. Привет, Атлантика. На самом деле хостел вот этот прям очень близко находится. Удобно. Для другого хостела мне 9 минут идти пешком, ну либо 3 минуты ехать, наверное. Ну вот так по ощущениям-то тут все, конечно, спокойно. Если рюкзак спрятать, то можно и на пляже тут просто спрятаться где-нибудь, да никто не увидит. Только я забыл, с 10 вечера до скольки нельзя появляться. Ладно, гоним дальше. Так, значит, продажи какие-то идут. Ай-яй-яй-яй! Привет. Привет. Велезе? Чем могу помочь? Ты работаешь здесь? Да. Я еще работаю волонтером. Нужна помощь? Так, волонтеры здесь мне не нужны. Ты можешь отправить резюме на сайт и, может быть, позже нужны будут. Понятно, но я еще работаю просто буквально несколько дней, поэтому вряд ли буду этим заниматься. У нас просто уже 5 волонтеров есть и больше нам пока не надо. Ты можешь поговорить с Эдуардо. Его сейчас нету, но чуть позже можешь подъехать и поболтать с ним. Но скорее всего нет, потому что все волонтеры набраны. 5 пен. Окей. Но ты считаешь, что это возможно? Я не знаю. Хорошо. Спасибо. Ладно, увидимся позже. Пока-пока. Короче, здесь что, после пяти. Эдуардо. Вот в том хостеле. Ну, тоже после пяти, наверное, стоит заехать. Еще какой-то тип. Ну, я думаю, что вечером здесь тоже спокойно. Вечером здесь тоже спокойно. Короче, я на стояночку. Сколько я обошел хостелов? Раз, два, три. Ну, где-то четыре хостела обошел. Еще вот парочку есть, буквально в пяти минутах. Но хочу посидеть, перекусить. У меня есть вот такой сок, получается, с аэропорта, с самолетов. И вот таких два бутерброда. Этот с мясом. А этот... И этот с мясом. Ну, конечно, срок годности у них, я думаю, небольшая. Ну, пирожное еще. Нормально. Обед и ужин. Привет, бразилия. Привет, Сальвадор. Первый день. Я думаю, что такой день на самом деле уже продуктивный. Доехать до центра уже немало. Тем более, акклиматизация и все такое. Длинный перелет. Оказывается, знаете что? Оказывается, тут эти штуки платные. Вот только что подошел парень, блин, я не успел записать. И остался я без этих. Без сидения. Вот уже на песке сижу. Вот так моя жизнь. Будет строкалиться вниз. Сейчас еще зонт заберут. Хотя зонт у меня, в принципе, это... Хотя зонт и до этого не спасал. Короче, что, вот смотрите, дошел я до хостела. Вот это бара, он закрыт. Но я смотрю, что можно по факту перелезть. Вот так и наверх. Здесь никаких ни шипов, ничего. То есть, как вариант, можно будет спуститься внизу и переначивать. Я думаю. Никто не против будет. Потому что здесь такое все нежилое. С этой стороны, конечно, могут наблюдать за мной. Но могут и не наблюдать. Так, ну, другая, вот с другой стороны, вон там, бара еще. Тут с двух сторон, как бы, и соревнования, просто. Здравствуйте. Хеллоу. Здравствуйте. Здравствуйте. О, привет, дети опять. Вы говорите на английском? Нет. На испанский, португальский. Я из России. Я ничего не бронировал. Заходи, заходи. Окей. О, ладно, пошел. Наверное, вы не поняли. Ну, ладно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здесь мы пока не поняли. Завтрак стоит 15. 25-15. Имя? Слушайте, я не хочу здесь, как бы, жить. Я хочу здесь работать. Извиняю, ты говоришь по-английски? Можешь тут помочь? Да, да. Ты хочешь заработать здесь, да? Да, да, хочу работать волонтером здесь. Слушайте, ну, поначалу я подумал, что не вариант вообще здесь. Типа, ну, точно не, не поймут. А по факту, может быть, получится, надо дождаться вот ее мужа. Может быть, что-нибудь и сделают, они спросили мой опыт. А у меня опыт уже появился, я реально в несколько странах, что в хостеле хотя бы по чуть-чуть, но поработал. Чем мыть я умею, убирать тоже. Готовить завтраки, да тоже смогу. Принимать гостей, если они на английском говорят, смогу. Ну, продавать печенюшки, я их научу, блины научу продавать. Пляж тут недалеко, бильярд есть. В принципе, это все классно. С другой стороны, я думаю, если мне не разрешат здесь оставаться, то, может быть, хотя бы просто здесь где-то переночевать можно будет. Привет, меня зовут Сергей, я путешествую по миру без денег. Сейчас я отправился в Бразилию, чтобы каким-то образом в сложные условия пандемии выживать, находить работу и какие-то приключения. С собой у меня есть конверт, в котором находится 100 евро. Если я их потрачу, путешествие для меня будет закончено, и я буду вынужден вернуться домой. Делать я этого не хочу, поэтому полечу. Это так удивительно и так круто. Могу ли себя изменить, могу ли себя изменить, как долго? Как долго мы будем с наследить, а многим придется жалеть, как много? Могу ли себя изменить, как много? Могу ли себя изменить, что ты снимаешь? Да, можешь, конечно. Но это же не обработанное видео, тут достаточно медленно все. Но можешь в Инстаграме посмотреть какие-нибудь посты. Хорошо. Слушай, я тут тоже волонтерно работаю, поэтому... То есть, реально устроиться, да? Да. Окей. Короче, вроде как, ориентировочно меня принимают, но нужно мужа дождаться, женщины. А? Меня зовут Сергей Атья. В общем, дождался я мужа хозяйки или хозяина хостела. Разрешил он мне остаться. Работа начинается завтра. Насколько, какие условия, объяснят позже. Стираю одежду, готовлюсь ко сну. Думаю, может быть, утром проснуться завтра рано, чтобы сходить на пляж, еще покупаться и потом уже на работу. То есть, часов в семь надо проснуться, прийти сюда, принять душ и все, погнали. Супер. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, вроде бы... К 8 часам меня ждут на работу... Сейчас, соответственно, полвосьмого... И я иду на пробежку, на зарядку и на... Прокупаться, короче... Что-то... Как в итоге заходить на пляж... Где на него вход... Все что-то перегорожено... А что, надо перепрыгивать, да и все, что ли? А, или пляжи типа закрыты вообще... Или нет... А, ну пофига, что лезем и все... Прикол! Ну привет, Бразилия! Привет, пляж! Привет, Сальвадор! 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 Я вообще реально пока не знаю, что делать, но надеюсь, что это. Я стесняюсь немного подходить, потому что не знаю, что говорить о португальском, но хотя надо почитать португальский. Вот слева хозяин хостела. Симон, скажи, меня зовут Симона. Меня зовут Сергей. Так, то есть мне можно позавтракать сейчас, да, и потом работать. В общем, меня прикрепили к этой Симоне, к уборщице, выполнять её какие-то указания. Завтрак по типу шведского стола. Пять или сколько, или шесть видов фруктов. Каша, гранола на выбор. Бутерброды, как правило, с сыром и какой-нибудь ветчиной или колбасой. Кофе, чай, молоко горячее, молоко холодное. Ещё туда же несколько видов сока. Подошёл парень просто познакомиться, объяснить, что он тоже снимает видео, рассказывал, как он делает съёмку. А, то есть ты оператор, да, да, но у меня такая большая камера. Большая. Место приятное, но не моё. Как бы всё хорошо, всё свободно, спокойно, но просто по ощущениям как бы не моё. Можете показать, где находится веник и что конкретно нужно делать? Господи, здāйme, отдохн irritophile, гранатурофон, призывайте, где находится тысячи лет, здоровье, digалыaled и у Вас в쳐пел. Зд Blick 보� We are all our membership clients. Я каждый раз подходил к ней, после как бы выполненного задания, подходил, спрашивал, что дальше, и она как-то так нехотя постоянно отвечает, как будто я ей какое-то одолжение делаю. Точнее, как будто она мне одолжение делает. Неприятно было. А так, ну, пока мне сказали убирать место в центре хостела, где проходят завтраки. Еще интересно, что они используют моющее средство, как бы нанося его не в ведро, а просто на пол сразу, и потом швабры как бы убирают. Сделано. Что дальше? Просто чувствовал себя в стратегии какой-то. Типа, сделано, хозяин. Что дальше? Ну, и Симона мне говорила, что дальше. Фейто. Фейто, окей, да. Еще разок. Фейто, окей, да. Сделано. О, ки-вэ-мэ-сигир. Сделано. О, ки-вэ-мэ-сигир. Что дальше? В общем, узнаю у Симона через переводчик, какое средство для чего используется, потому что так непонятно. На вид они какие-то все одинаковые. Вот это что такое? А вот это для пола? Это тряпки, понял? Это половик поменяешь в ванной. А, поменяйте, понял? Как в Мексике, я опять сейчас напутаю, чего для чего. Мывая, нифига, дезинфектор, дезинфектор для чего. Вы чего? Далее. Да. Далее. keход Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С другой стороны, в Албании я мусор убирал, но мне нравилось, потому что я еще арбузы ел, хотя здесь тоже завтрак хороший. Что у нас было сегодня? Нет, не маракуйя, а как это называется? Ладно, неважно. Еще можно написать... А почему я спрашиваю, сколько мне осталось работать? Потому что у парня, который меня вчера пропустил в метро, у него сегодня выходной он написал. И он предложил встретиться. Но мол, в котором он предложил встретиться, находится в двух часах пешком. Я сказал, что далековато, чувак. Я на скейте с трудом доеду. Он говорит, мы это решим. То есть, может быть, он подъедет. Может быть, такси закажет, не знаю. Но такси-то, наверное, старинно слишком. Мне только что парень принес колы или депси. Офигенные. Офигенно. Реально. Прохладная газировка в этот знойный день. Сегодня второй день уже в Бразилии. Уже второй день. Быстрое время идет. Порой как-то неудобно поднимать руку, чтобы выпить напиток. Поэтому можно использовать вот такой противовес в виде веника. Получается, просто расслабляем руку. И вот она сразу поднимается. Не пролив, не капли. Так, все на сегодня? Могу уйти? Абригадо. Короче, все, я теперь на обед иду. Слушай, как-нибудь можем вместе покататься на скейте. У меня карвер. Знаешь такую фирму? Да, да, знаю. Но я не особо скейтер, я больше на BMX катаюсь. Знаешь такой велосипед? А? Ну, такой маленький велосипед для трюков. А, да, 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 понял. Так, да, 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 да. Исходя из того, что увидел сегодня, обед по-бразильски – это куча всяких опций. Это может быть три вида макарон или там три вида пасты. Несколько видов соусов, мяса. Плюс к этому еще и рис, несколько видов фасоли. То есть они любят вообще разнообразие, видимо, в кухне. Так, ну что, попробуем бразильскую еду? Сначала салат, да? Все на сегодня. Сколько времени? Полтретьего. Все, работа закончилась. Это до двух часов в целом работа вместе с обедом. Мне неплохо. Буду знать, что примерно если один день составляет, наверное, завтра будет примерно такая же какая-то работа. То есть половина дня свободная. Наверное, я сам пишу парню, если что, с метро которой. Скажу, что освободился, а сам поеду, наверное, покупаться. Поваляться просто на пляже хочется. Вот прям этого. Суббота, полтретьего. Написал парню. Он сказал, что он сегодня занят, может встретиться завтра. А у меня такое состояние, видимо, я не проснулся, точнее, не выспался. Я не хочу отложить телефон, камеры и пойти на пляж, просто позагорать, покупаться. Да. Я не хочу отложить телефон. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добро утро! Я в Бразилии, у меня ноль денег, я вышел на завтрак, как вчера в 8 утра. Вроде как можно завтракать. Все равно мне еще как-то неловко. Хотя очень ловко. Проблема в том, что я из-за того, что локдаун, из-за того, что комендантский час введен, из-за того, что город небезопасный, очень так непонятно, что на что менять. С другой стороны, 4-5 часов я работаю, и другое время надо научиться проводить с другой пользой, да? Тогда будет интересно. Ну да, может даже не снимать видео, как я убираю, а просто это моя работа. Ну да, посмотрим. Играет музыка. Привет, меня зовут Сергей, я путешествую по Миру без денег. Сейчас я отправился в Бразилию, чтобы каким-то образом, в сложные условия пандемии, выживать, находить работу и какие-то приключения. С собой у меня есть конверт, в котором находится 100 евро. Если я их потрачу, путешествие для меня будет закончено, и я буду вынужден вернуться домой. Делать я этого не хочу, поэтому полечу. Это так удивительно и так круто. Могу ли себя изменить? Могу ли себя изменить? Могу ли себя изменить? Как долго? Как долго? Как долго будет наследить, а многим придется жалеть? Как много? И кем ты хочешь стать 140 лет? И кем ты хочешь стать 140 лет? Я нахожусь в городе Сальвадор, работаю волонтером в хостеле Барра. Из интересного, что я нашел, пока вот здесь внизу убирался, я нашел 30, 30 не реалов, а копеек от реалов. Я знаю, что здесь есть одна достопримечательность, это лифт какой-то очень интересной архитектурной формы, который стоит 35 центов. Мне еще надо 5 набрать, и тогда сегодня можно на такую штуку туристическую сходить, уже как турист с деньгами, как говорится. Но пока мне нужно все примести на этом этаже, такая моя задача. Скорее всего, я здесь на неделю. А по-испански говоришь? Нет. Я не понимаю. На испанском знаю только, как это себе рассказать, сказать о том, что я путешествую без денег, и сказать, что давайте есть. В общем, чего я узнал? Парень не очень хорошо говорит на английском, поэтому не все я точно могу понять. Но что из интересного, что в среду он едет в какой-то другой город и предложил меня, ну как бы меня с собой взять на 5 часов отсюда на автобусе. И он говорит, заплачу за билет, если что, потом отдашь, если найдешь работу. Я думал сначала, что типа туда съезд и обратно, а оказывается просто туда уехать. Можно с вещами туда дернуть, типа там тоже вариантов найти работу можно, ну точнее есть варианты найти работу. Ну почему нет? То есть еще здесь, ну сегодня, завтра, ну да, еще три дня здесь я изучу в принципе работу, можно ехать дальше. Почему нет? Ну надо заработать денег как-то. И за эти дни до среды получается посетить город. Пока еще не покупался толком в океане. Сегодня, наверное, пойду и чуть-чуть прогуляюсь хотя бы. Сейчас обед и вода. Как-то вот я сюда сейчас зашел только что, и вот справа от меня сейчас стоят полицейские с оружием. И говорят мне, чтобы я уходил. Я не понял, куда конкретно мне уходить. Еще вот все заборы, вот за моей спиной видите еще заборы. Короче тут вроде на пляж, может быть запрещено вообще выходить. Ну не знаю, вчера столько людей было на пляже. Непонятно. Все понятно. Как бы, короче они реально прогнали всех людей вот там вдалеке. Видите, сухое. Причем пришли с автоматами. Ну вот дядьки купаются. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прикольно У меня где-то час до заката Хочу просто вдоль набережной прокатиться Может быть с кем-нибудь пообщаться Может быть что-то снять Чисто на угоупрошку Потому что Две камеры одновременно побаиваюсь бы таскать Потому как есть все-таки вероятность того, что Срежут все Украдут Привет, мир Привет, Сальвадор Привет, Бразилия Покрытие офигенное Ну вот такой, короче, город Вот такая набережная Сальвадора Говорят, что в Рио В Рио-де-Жанейро Масочный режим прям жесткий Здесь еще не все люди носят Вот, например, я не ношу маски И еще Некоторые люди тоже И не знаю, за это штраф, не штраф Как вообще это все Ну, сегодня узнаю, если остановят А так Ну, жестко И не у кого спросить пока что Кто говорит на английском, я особо не встречал Это все похоже на посвящение первокурсники в Бангкоке Как-то было в Королевском университете на посвящение первокурсники И вот там такие же ритмы играют Сейчас Бразилия, да? А там Таиланд А здесь хорошее покрытие И очень много людей Вот это какая-то достопримечательность Чуть попозже мы к ней еще раз подъедем Или я к ней подъеду, точнее И расскажу Маяк Блин, ну насколько воспитанные люди Что реально запрещено на пляж И почти никто не ходит У нас бы так вообще ни разу не было Вояж, вояж, как говорится Играет музыка Играет музыка Играет музыка ну что ж пора походу надо идти встречать закат прикольно такой островок просто вот а что я здесь делаю ладно я могу выписать музеи какие-нибудь попытаться в них попроходить в гостинице можно попробовать нырнуть на в какие-нибудь зайти но пока непонятно вот это первая страна где на самом деле чувствуется карантин белоруссии не особо в македонии не особо в сербии не особо в албании вообще нету его в танзании нету а вот здесь он есть и неожиданно что бразилия такая какая-то не то что цивилизованная но они слышат и слушают это вообще первая первая нация которая в самолетах когда прилетает самолет они не встают с кресел это так удивительно и так круто но все лучшие люди доброе утро доброе-доброе утро итак сегодня позавтрак уборка встреча с парнем когда меня прописал метро ну вроде все по пути когда поеду встречу еще что-нибудь может здесь не примечательно если успею посмотреть а а а а а Короче Луан профессиональный тренер и сейчас мы будем тренироваться. Я только что практически закончил работу, у женщины не прекращаются задания, а сейчас я сбежал. А этот парень, это дантист, уругвайский дантист, то есть вы тоже познакомились? А этот парень вчера угощал мне едой, он еще тренер как йоги, так и в общем какая-то штука появилась, прикол. Я иду, я иду, я иду, я иду, я иду. Я иду, я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я хочу, на самом деле, жить за границей, и считаю, что за границей мне лучше, чем здесь. А ты уже знаешь, в какой стране? Ну, это США, либо где-нибудь в Европе. Еще не понял до конца. То есть ты закончишь здесь университет и куда-нибудь поедешь, да? Да. А сложно получить визу в США или еще куда-то? Ну, так. Потому что в России достаточно тяжело. Мне нужно жениться на ком-нибудь или еще какие-то способы, не знаю. Потому что мне нравится здесь жить, но это не то, что я хочу для своей жизни. А что ты хочешь для жизни? Я хочу более какое-то безопасное место. Помню, что ты спросил, можно здесь на улице спать или нет? Я сказал, что это вообще не хорошая идея. Потому что мы постоянно страдаем от того, что нас грабят. Только не бойся, ладно? Да я не боюсь, это вроде везде происходит. Привет, меня зовут Сергей, я путешествую по миру без денег. Сейчас я отправился в Бразилию, чтобы каким-то образом в сложные условия пандемии выживать, находить работу и какие-то приключения. С собой у меня есть конверт, в котором находятся 100 евро. Если я их потрачу, путешествие для меня будет закончено, и я буду вынужден вернуться домой. Делать я этого не хочу, поэтому полечу. Это так удивительно и так круто. Могу ли себя изменить, могу ли себя изменить, как долго? Как долго мы будем с нас веть, а многим придется жалеть, как много? И кем ты хочешь стать? 140 лет И кем ты хочешь стать? 140 лет И кем ты хочешь стать? По-итальянски говорят, по-фавору-ре Так, ну что, мы идем покупать мороженое И я буду говорить на португальском Я не понимаю А я понимаю Существует, если ты здесь? Не, не, надо вниз спуститься Окей А это вообще распространенно спрашивать у продавцов, как дела? Потому что в России не особо Слушай, здесь тоже нет, но ты можешь сделать это Да не, я не буду Чувак, ты вот сейчас меня обучил, как спросить, сколько стоит Но это странно, спрашивать у этого чувака, потому что все написано, сколько стоит Ну да Но все равно можешь спросить С каким вкусом? Ты выбираешь Давай какое-нибудь простое Скажи привет Короче, говорят, что клубничная для моего друга и шоколадная для меня И сейчас как оплачивать? Кредитная карта, понял Кредитная карта И на самом деле я сказал, что я хочу шоколадный только для того, чтобы сказать разные слова Поэтому если до сих пор можно узнать и поменять на клубничный, поменяй А что ты сказал ему? Я сказал клубничный для тебя, шоколадный для меня, а теперь я хочу просто поменять на клубничный Да, можно Абригадо, абригадо Спасибо Спасибо большое Да, вместо мучо абригадо, можно сказать муто абригадо будет по-португайски Что означает спасибо большое Слушай, а фавелы это правда? Те места, куда полиция не может проникнуть? Потому что кто-то мне говорил об этом, что типа полиция не может туда заходить Да нет, полиция может туда заехать, просто у нее будут проблемы Они как бы не будут хорошо встречены Скорее всего, люди достанут оружие и попытаются дать отпор А здесь не сложно, да, купить оружие? Да, конечно, не сложно А что нужно сделать, чтобы иметь оружие? Слушай, ну проще тут, конечно, нелегально это все купить, чем все правильно оформлять Ну если полиция поймает меня, то поеду в тюрьму, потому что так, конечно, легко получить оружие, но и легко сесть за него Так что не делай это Да, смешно, если я пойду и куплю себе пистолет и буду говорить иностранец Нет, это не Гринград Пожалуйста, пожалуйста Нет, не так Окей, давай, мэр Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому О, метро до 8.30 сегодня работает, да? Да Слушай, мы можем одну, наверное, использовать карту, я могу за тобой прям пройти Два раза просто Вот здесь Не, наверное, на самом деле здесь В общем, реально этот карантин тут водится жестко Все спешат домой, скоро метро закрывается Леандро, а тебе туда же ехать, куда и мне, или ты просто меня провожаешь? Не, я тебя провожу сейчас и потом вернусь Да я могу и сам доехать, чувак Да нет, без проблем, я даю с тобой Слушай, ты спрашивал, какая жизнь в России, да? А какая жизнь в Бразилии? Да все классно Люди достаточно добрые Слушай, ну вот в такой формулировке, значит, я тебе сказал, что русские достаточно холодные люди Ну, чуть-чуть того А какое у тебя хобби или еще что-то? Я играю на гитаре иногда А еще я пою Круто Я могу тебе скинуть какую-нибудь песню или... А ты мне тоже отправишь, хорошо, какую-нибудь музыку свою Или в Ютьюбе что-то Слушай, там немного, но что-нибудь постараюсь найти и отправить Не знаю, почему, но мы не выкладываем Не знаю, почему мы уже пару лет не выкладываем музыку Нынче однажды выложим То есть вот здесь я должен пройти и перейти на другую станцию, да? Окей, Лео Мне было очень весело Спасибо Спасибо тебе большое Спасибо И спасибо еще, что в тот раз ты в первый раз пропустил меня Это классный момент, который рассказал мне вообще в стране сразу же Далеко не везде такое встречается Спасибо тебе еще раз Нет, это я тебе говорю спасибо В общем, спасибо тебе, Серега И удачи в жизни и в мечтах Будем держать связь Потому что однажды я приеду в Россию И хотел бы тебя увидеть там Да-да, пока Бай-бай Приятный парень 20 лет У которого есть мечта Есть цель И... Да все прикольно Спасибо ему еще раз А я вернулся опять на станцию Надо ехать быстрее домой Потому что скоро все закроется И так все закрывается уже Жуть Академия Я нахожусь в Бразилии У меня ноль Денег Корр... Я нахожусь в Бразилии Так снова Слушайте И так снова Здесь Убирайте Там Короче, волонтеры написать, что только могут завтракать в 9 утра, не супер. Я-то боялся всегда проспать завтрак, а оказывается, его невозможно проспать. Оказывается, что завтрак волонтерам в 9 утра, хотя вчера мне говорили сразу же. В общем, работа волонтера в хостеле Сальвадора, это 4 часа в день. Как правило, с 9 получается до часа, потом овет. На самом деле никто особо меня не контролирует, просто говорят, что делать. Когда я выполняю, я прихожу, как в игре, как в стратегии, типа, задание выполнено, хозяин, что дальше? И мне дают какое-нибудь еще задание. Постепенно я пойму, что можно как бы эти задания-то не получать, можно одну комнату полдня убирать. Уборка закончена. Еду в центр. В исторический центр. Но пока лучше. Сегодня закрыты пляжи. Закрыты пляжи полдня. Вот так тут заживать. Вот так вот приходится смотреть на церковь Святого Франциска. Одна из чуть ли не главных достопримечательностей города. Все закрыто. Очень красиво в этом районе. Но все такое какое-то полуживое, полупустое. Привет, Святая Франциска. Че, как тебе тут живется? Как тебе тут стоится? Вот такие улочки. Бразильского Сальвадора. Через каждые несколько минут выставлен пост охраны. Что говорит о том, что не очень-то здесь безопасно, походу. А темнеет достаточно рано. А в темное время суток, наверное, еще более небезопасно. Поэтому надо... Поэтому не просто так у него пистолет торчит. Правильно? Правильно. Правильно. Дядька сейчас подошел, сказал, что вроде открыт с собой. Надеюсь, что бесплатный вход. Надеюсь, что там можно посетить его. Здравствуйте. Пять реалов. Понятно. Ну, вот так вот. Короче, пятерки у меня нет. И дядьки какие-то такие серьезные, серьезные. Здравствуйте. Слушайте, это первый раз, когда я вот в Бразилии зашел в какой-то туристический центр. А вы говорите по-английски? Нет. Испанский? Нет. Ну, ладно, у меня нет никаких вопросов. Все хорошо, до свидания. Короче, туристические центры. На английском не говорят. Карнавал, да? Для четырех часов. Что-то тут открыто, а что открыто? Таких вот ребят можно увидеть. Это и есть этот лифт, что ли? Или что это такое вообще? Быстрый спуск вниз? За 15 центов. Но у меня, блин, нету 15 центов. Зато вид отсюда, капец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Офигеть на реконструкции. Мы следим за ров extendsивают. ainе 시청а, тишина, делал тишина. Офигеть на качп creна. Посиди настолько крутятся... Ипту hebt спустя нахолок, agreementой машины запустя нахолок... Офигеть на Тицц Sept Hemптикать. Вhea какой же ситуации? Пой- trusted медвейт. Субтитры делал DimaTorzok Вот он он, этот лифт Вот он, этот лифт Лассиарда Короче, вот этот дешевый лифт, который опускает тебя вниз На нем-то я хотел прокатиться Но деньги уже потерял Которые нашел в Хостеле Какая-то штука Интересно, кроме этого лифта, альтернативный какой-нибудь есть спуск? Прикольно Лифт Лассиарда Интересное здание, конечно Надо вот снизу его показывать 50 центов это 7 рублей 25 центов это 3.50 Короче, 2 рубля стоит подняться 2 обычных русских рубля стоит подняться Если спуститься, офигеть Все туристы говорят, который вот в Хостеле встретил Всего делать тут нечего Ну и реально, походу, делать тут нечего Кроме пляжей И красивых улочек, ничего нету Хотя, а что еще должно быть? Субтитры сделал DimaTorzok Надо быстрее рвать когти домой Я нахожусь в Бразилии У меня ноль денег Через 20 минут начинается завтрак Через час начинается работа Через 5 часов я свободен Закон Слушай, а вот это как называется? Это кешью. Ты знаешь орехи кешью? Ну, а вот это вот на деревьях фрукты растут такие же. Скорее всего. Понятно, понятно. Короче, а тебе нравится? Ну, очень странный вкус. Наверное, очень полезный. Здрасте. Вот этот подъемник Ла Серда, который в прошлый раз я видел с той стороны, теперь с этой. Который стоит вот 15 буквально центов, но которых у меня пока нет. Хотя я знаю, где в Костоле они лежат. Вот такое здание. Чуть больше 100 лет ему. Или 150, по-моему. Внутри уже лифты выглядят современные. Поэтому это не так атмосферно, не так круто. Но как архитектурное решение, угарная штука. Что они вот так обыграли эту гору и сделали доступным быстрый подъем. 15 центов стоит прокатиться. Это буквально 2 рубля. Которых у меня даже 2 рубля нет. Че кого? 2 рубля. Которых у меня. Которых у меня.